Добрый день! Я приветствую всех любителей астрологии! И сегодня у нас прогноз для представителей знака Близнецы на сентябрь 2024 год. Дорогие мои Близнецы, сентябрь – это очень даже прекрасное время месяца для того, чтобы задуматься о каких-то важных для себя делах. Такие, которые могут касаться личного вашего обустройства жилья, а также приобретения какой-то значимой для вас техники, либо средства связи. И также здесь в этот период могут быть очень большие изменения в вашей семье. Может появиться новый член вашего семейства, рождение ребёнка, а также новый статус может проявиться в жизни для вас. Это может быть и пониманием того, что новые отношения могут быть очень актуальными. Ведь в этот период месяца у нас происходит лунное затмение. И для вас это тема десятого дома социального значимого какого-либо проекта, статуса, работы. Здесь может быть и повышение в карьере, а также возглавление какого-либо бизнес-плана, бизнес-идеи, отдела. Также в этот период очень значимые отношения будут, роль включена в отношении родительских каких-либо коммуникаций отца и матери. Ну и в первую очередь, конечно же, здесь идёт отец. И возможно здесь также в этот период месяца вы можете быть достаточно популярным. И это затмение может помочь вам выступать на публике, показывать себя, включить рекламу. Но давайте об этом, обо всём поподробнее, буквально по датам. Как же этот месяц проиграется для вас, дорогие мои близнецы? Что он принесёт в целом? Итак, в целом, 1 сентября у нас включается возврат ретроградного Плутона в знак Козерог. И это положение характеризует ваш восьмой сектор гороскопа. Это положение было характерно с 2008 года, и уже Плутон выходил из этого знака, из восьмого вашего дома. И включался в задачи девятого, который имел важное для вас уже возможное значение. Но сейчас требуется какая-либо корректировка в плане каких-то финансовых структур, финансовых пассивных доходов. А также здесь очень глубоко может быть затронута тема психологии, психологических каких-либо мотивов. Также здесь ситуация может иметь какие-то очень кардинальные для вас важные значения в плане личных отношений, в плане тех, которые, возможно, уже у вас заканчиваются, и, возможно, вы решили уже даже и расстаться с каким-то своим партнёром. Но сейчас ретроградный Плутон будет давать как бы второй шанс для того, чтобы вы приняли окончательное решение. Второго у нас сентября включается ещё одна ретроградная планета, это планета Уран. И она входит в своё ретроградное движение, пробудет до 28 января 2025 года. И здесь очень активная тема может быть связана с вашими тайнами, с вашими возможными какими-то ситуациями, которые касаются 12-го дома, скрытых каких-либо программ, которые не высвечиваются в целом. И здесь эта тема может очень ярко себя проявить, и вскрыться какие-то моменты, мотивы, которые для вас были, возможно, очень значимыми. Здесь может быть освобождение от старого, задуматься о прошлом, переосмыслить весь багаж своего прошлого, миграция, поездки какие-то в дальние страны, удалённая работа. Тоже может быть поднята эта тема со 2-го сентября. И отношения тайные, которые могут выйти на поверхность. Здесь также тема, когда захочется некоторого уединения, некоторого абстрагирования от дел, и поиск духовности, веры, поиск в себя. Вот такая тема будет затронута в начальных числах сентября. И 3-го сентября у нас Новолуния будет в знаке Девы в 12-м градусе, и затронется ваша тема 4-го дома гороскопа, дома семьи, недвижимости. И здесь могут быть предприняты какие-то новые попытки решения, связанных с вашим проживанием. Это арендная какая-то ситуация, связанная. Возможно, вы будете искать себе новую аренду, возможно, переезд делать, ремонт делать, эти вопросы решать. И в целом вопросы семьи. Очень даже скрупулезно к этому подходить. Новолуние — это всегда новые энергии, приток новой энергии. И здесь именно эта ответственность в плане 4-го дома ваших родных и близких, когда вы захотите активно, возможно, участвовать в жизни своих родных и близких. Это может быть также и семейные мероприятия, и семейные какие-то встречи, которые несут очень важное значение. И даже закладывают новый цикл взаимодействия с родными и близкими. Возможно, более тесно вы станете общаться с родными и близкими. Здесь в этот же день, 3-го сентября, одновременно происходит напряженная квадратура у планеты Марса с планетой Нептун. Затрагивают здесь возможные какие-то конфликтные ситуации, связанные с вашим первым, десятым домом гороскопа. И здесь может быть конфликт старшего поколения и младшего. Здесь, возможно, вы будете несогласны с каким-либо постановкой важных целей и задач, которые социум может накладывать на вас. Либо начальники, которые, у кого вы в подчинении, также могут давать вот эти вот спорные конфликтные ситуации. Также конфликты, связанные с документацией и с какими-то государственными органами. Возможно, это даже старые какие-то вопросы поднимутся, которые нужно будет решать в этот период времени. Конечно же, Нептун ретроградный в десятом доме, он у вас находится, дорогие мои близнецы. И здесь, конечно, ваши планы, ваша социальная деятельность, ваша работа требуют какой-либо корректировки, каких-либо возможных из-за стечения обстоятельств. То есть, возможно, вы будете кардинально что-то пересматривать и закладывать активно какие-то новые движения. Но здесь очень может быть напряженная обстановка, поэтому имейте в виду, чтобы не наломать дров, особенно с государственными органами, с контролирующими. И особенно если вы находитесь в подчинении, то здесь самое главное не конфликтовать. 4 сентября у нас происходит соединение планеты Венеры, планета, которая отвечает за отношения, за финансы, за счастливые наши моменты нашей жизни. Она соединяется с Южным кармическим узлом и с планетой Лилит, Черной Луной. Наша эффективная точка и кармический узел, и Лилит. И здесь вся эта тема будет проигрываться в пятом доме гороскопа ваших возможных отношений с каким-то возможным мероприятием, с задачей, связанных с вашими детьми. Также это отношения личного характера. Здесь могут быть затронуты финансовые вопросы, связанные с вашими детьми. Возможно, вы будете делать проплаты за них какие-то. И здесь какой-то кармический узел, который в целом показывает нашу карму. Он как бы даёт право на разрешение дать больше положительным эмоциям в вашей жизни, дать возможность отработать какие-то кармические узлы, которые носили, возможно, не совсем приятные моменты. Ведь Лилит, она даёт обольщение, искушение, возможно, даже заблуждение. И здесь, возможно, какой-то прорыв в ваших каких-то пониманиях во взаимодействии с вашими детьми, а также благоприятные, радостные моменты, связанные с вашей второй половиной, которые открывают вам глаза на то, чтобы вы позволили тем радостным событиям в вашей жизни. И эти события могут вас радовать и приносить удовольствие. И даже здесь возможны какие-то проявления творческих энергий, которые даёт проявление хобби, проявление монетизации вашего хобби, включение в бизнес. Поэтому здесь очень благоприятное истечение обстоятельств для вас, дорогие мои близнецы, в целом, чтобы порадовать себя. И в этот же день, 4 сентября, планета Марс, она будет переходить в знак Рака. Марс — это планета действий, силы, импульса, желания действовать. И всё это происходит в вашем втором доме гороскопа финансов, доходов и расходов. И здесь подниматься будут очень быстро по Марсу. Это действия будут какие-то очень активные, связанные с рабочими моментами заработка. Также могут быть подняты темы семейные вопросы, потому как Марс всё штуки в раке. Здесь тема недвижимости, купля-продажа, переезды, арендная какая-то ситуация, с жильём может быть связана. Вот эта тема будет подниматься также одновременно 4 сентября. И она даёт возможность благополучно, возможно, даже и второй какой-то финансовый канал себе включить, подработки. И всё здесь самое главное — слишком много напора не делать, так как возможный перерасход, если вы захотите особенно покупать какую-то крупную покупку, связанную с недвижимостью. Здесь может быть очень такие большие траты, и могут даже быть и на одном дыхании, на одном таком заявлении. Хочу и буду двигаться в этом направлении. Вот такие энергии 4 сентября. 8 сентября у нас складывается напряжённая позиция у Солнца с планетой Сатурн, что затрагивает ваш 4 сектор семьи и недвижимости. И 10 сектор. Здесь социальная значимость работы, статуса поднимает, какие-то споры, возможно, какие-то недоразумения, связанные с документацией. И, возможно, также какие-то семейные обстоятельства могут давать какие-то очень напряжённые ситуации, когда вопрос между семьёй и между работой также разрывает все ваши, возможно, планы. И, конечно же, старые вопросы могут возвращаться в вашу жизнь. И также они могут касаться ваших старших предков, родственников. И здесь, возможно, они будут требовать какого-то толерантного разрешения. То есть эти споры, которые будут возникать, нужно всё-таки в благополучном для себя ключе разрешать для того, чтобы и проявить уважение к своему старшему поколению, дедушкам, бабушкам. И также здесь могут быть начальники, которые могут вам, в общем-то, не совсем вас радовать. И, в общем-то, вот эти споры и разногласия могут и касаться и вашего статуса. Возможно, здесь кардинально может быть ещё также в личной теме и развод проигрываться, и бракоразводные какие-то вопросы, которые касаются статусной личной жизни. Конечно же, здесь и могут быть споры с вашим отцом, с вашим дедушкой. Поэтому здесь вот эти вот напряжённые энергии, они имеют место быть. А 9 сентября у нас Меркурий меняет знак. И Меркурий отвечает за коммуникации, за логику, за ум. И Меркурий переходит знак Девы в 4-й дом гороскопа и даёт больше общения с родственниками, даёт разрешающие моменты семейных вопросов, связанных с документацией, с покупками, также, возможно, с гаджетами, с техникой. Вот эти вопросы будут подниматься на поверхность, а также, возможно, какие-то разрешающие ситуации с документацией. Здесь могут иметь, ну, такое благоприятное разрешение, но, тем не менее, бюрократических моментов здесь будет очень много. 15 сентября Тригон создаётся аспект удачи с планетой Венера и планетой Юпитером, которые затронут первые и пятые дома гороскопа. И здесь важные какие-то события могут касаться ваших детей. Также могут быть какие-либо праздники, творческие какие-то мероприятия, активное использование, возможно, каких-то перемещений, возможно, поездки в отпуск с вашими детьми, с вашей второй половиной. И удача в этом благоволит вам в целом для того, чтобы почувствовать радость от этого общения. Ведь Венера — это малое счастье, а Юпитер — это большое счастье. И они дают стечение обстоятельств, когда вы можете порадовать себя какими-то моментами, которые вас радуют. Это элементарно может быть день рождения, праздник, это может быть и свадьба у ваших детей, возможно, встречи с новыми какими-то знакомствами, которые будут очень приятными, и давать вам расширять ваши какие-то возможности, когда вы можете проявить себя через творческие энергии, которые очень активно могут проявиться и давать даже свою монетизацию. 16 сентября у нас складывается напряженная квадратура у Марса с кармическими узлами, затрагиваются ваш второй, пятый и одиннадцатый дома гороскопов. И здесь может быть острая какая-то ситуация финансового порядка, когда она, как некоторый кармический бумеранг, возвращается в вашу жизнь. И от того, какое вы решение принимаете, конечно, зависит в целом этот исход. Это может быть очень спорная ситуация. Она может касаться коллективов, ваших друзей, ваших, возможно, взрослых детей в том числе. И здесь очень возможная напряженная ситуация, которая будет требовать своего разрешения. Важно здесь по Марсу, всё-таки, очень она активная планета, и активные действия даёт. Здесь самое главное, вот эту конфликтную природу со всеми вокруг не включить, особенно с теми людьми, которые имеют социальный статус важный для вас. И, возможно, даже какие-то финансовые ситуации, которые может затронуть от прошлых каких-то событий, от вашей работы, которую вы уже выполнили. Возможно, вы будете недовольны теми выплатами, которые будут вам в этот период выданы. 18 сентября лунное затмение в знаке рыб, и здесь водная стихия. Десятый дом социального значимого статуса работы будет очень давать яркие какие-то стечения обстоятельств, которые могут позволить вам проявить благосклонно какой-то новый для себя этап в жизни. Здесь могут включиться новые амбиции, новые достижения, новый статус в личной жизни, либо связанный с работой, либо также может быть связан, когда очень активные перемены, переезды происходят в вашей жизни. Новый статус нового жилья или связан, может быть, с какими-то должностными обязанностями, с новыми рабочими ситуациями. Как вариант, это может быть возможность своего бизнеса, и включаются новые планы в вашу жизнь, когда вы можете позволить для себя раскрыть этот десятый дом социальной значимости для себя в полную мощность. Здесь, конечно же, также включаются, так как это лунное затмение в рыбах, здесь вопросы кармы включаются, когда стечение обстоятельств по независимым от вас причинам даёт вам продемонстрировать возможность себя, включить очень даже высокий аспект своего положения и своих амбициозных планов. Здесь именно этот период, он будет проявлять себя очень ярко в течение двух лет, поэтому в течение двух лет могут быть очень значимые перемены в вашей жизни. 21 сентября у нас происходит квадратура от Меркурия к Юпитеру, затрагивается тема первого и четвёртого дома гороскопа, и здесь важная тема конфликтных ситуаций, связанных с семьёй. Важная тема, возможно, когда происходит сбой в делах, не так происходят дела, как вы их планировали, когда вы, возможно, не можете договориться со своими домочадцами, со своим родом, со своей семьёй. И это могут быть вопросы документации, не совсем сбалансированные для вас в положительном ключе. А также, когда, возможно, ваше эго очень может быть проявлено через амбиции, через планеты Юпитера, когда вам захочется проявить свой статус, проявить своё «я», высокое положение, не считаясь с родными и близкими. Здесь может быть очень противоречивый период острых каких-либо отношений. Всё зависит от вас. Чтобы не рассориться в пух и прах, конечно же, контролируйте свою эмоциональную природу. И для того, чтобы как-то находить правильные слова для родных и близких, если даже вы в корне не согласны с какими-то задачами. 22 сентября у нас Солнце переходит в знак Весы, и у нас День осеннего равноденствия дают энергию в ваш пятый дом гороскопа для вас, дорогие мои близнецы. И больше радостных ситуаций, моментов, период праздников, период воодушевления включается в вашей жизни. Одновременно 22 сентября создаётся квадратура у Венеры и планеты Плутон, затрагивая вашу тему пятого дома гороскопа и восьмого. Здесь может быть конфликтная ситуация с финансами, с общими деньгами, которые касаются возможных каких-то разрешений с вашими детьми, с вашей второй половиной. Возможно, здесь конфликты, которые имеют застарелую природу. Всё-таки Плутон в вашем восьмом доме, и Плутон ретроаградный затрагивает какие-то старые вопросы, которые ещё тянутся энное количество лет с 2008 года. Поэтому разрешайте их себе во благо. То, что нужно разрешить, и то, что уже отжилось себя, возможно, от чего-то нужно отказаться. 23 сентября Венера меняет знак и переходит знак Скорпиона, даёт радость от рутинных рабочих процессов шестого дома. А также здесь вопросы финансов дают какие-либо бонусы, поступления. И вопросы, которыми вы будете заниматься, это вопросы здоровья и улучшения своего состояния. 26 сентября Меркурий меняет знак и переходит в знак Весы и тоже акцентирует тему пятого дома гороскопа, который создаёт аспект удачи к вашему знаку и приносит новости, творческие какие-то планы, новые проекты. И они могут касаться ваших детей и гармоничных отношений со всеми теми людьми, которые вам дороги и которых вы любите, которые доставляют вам радость. Здесь может быть и поездка в отпуск, и отношения, которые складываются как мероприятия, очень значимые для вас. Всё, конечно же, индивидуально. А 29 сентября у нас соединяется Солнце, Меркурий и Южный кармический узел Кету в вашем пятом доме гороскопа. И здесь, скорее всего, будет какая-то радостная встреча, события, мероприятия, которые очень даже вас порадуют. И здесь очень много встреч, может быть, возможно, даже новых знакомств. Они могут иметь кармический характер с теми людьми, с которыми вы уже, возможно, встречались. Но здесь очень даже всё индивидуально. Здесь самая главная возможность себя порадовать, принять те радостные моменты, которые идут к вам. А 30 сентября у нас благоприятный аспект удачи формирует планета Марс и планета Сатурн, затрагивая ваш второй и десятый сектор гороскопа. Здесь может быть удачное стечение обстоятельств получения бонусов, финансов, выплат. Возможно, самооценка ваша будет увеличиваться, увеличиваться, и проявление это будет через вашу социальную значимую активность, через дом бизнеса и вашей активной какой-то позиции по рабочим проектам. В целом, дорогие мои близнецы, этот месяц несёт достаточно активные понимания, которые происходят у вас как переворот в десятом доме гороскопа, вашей статусной социальной жизни, вашей рабочей деятельности и желание здесь проявиться через, возможно, новые проекты либо новую должность, и эта возможность даёт положительные аспекты. Такой для вас будет период сентября. Я вам желаю удачи и всех благ, и пусть всё то, что вы перед собой ставите, будет очень даже легко достижимым. Всё главное – брать ответственность в свои руки за всё то, что происходит с вами. Удачи вам и всех благ! До новых встреч в эфире!